здравствуйте подписчики моего канала и зрители данного видео сейчас будем вакцинировать наших королей от геморрагической болезни королей так называемой геморрагички сразу хочу отметить сразу хотел показать вот у меня два вида вакцины есть одна вакцина от геморрагички это лапимун гем вот такой вот видите 33 гривны ампула на 10 голов а второе у меня есть вот миксоматоза разбавлять надо получается у нас расчинник для ращины для живых вакцин растворить для живых вакцин и сама вакцина это лапимун микс но наверно все-таки срок давности не на пофиг да сейчас прошло года осталось в этом году мы сейчас будем проводить вакцинацию именно против геморрагички так для этого смотрите что мы тут сотворили мы выманили всех может не всех часть осталось а во второй яме вот этого сразу бери чтоб он этой вот фигни не делал и не выдал бы у всех о бери и сейчас сейчас 5 секе покажу значит крольчата колется в возрасте одного месяца как вы знаете я их держу всех яме значит многое много читал про вакцинацию в принципе даже 70 процентов будет провакцинирована эпидемия шанс эпидемии уменьшается гораздо сильнее меньше становится шанс того что будет эпидемия в общем будем их вакцинировать по мере возможности сколько вышло у нас ямы яма вот закрывается вход в яму они не могут уйти назад я их выманил едой некоторые кролицы на своих постах стоят попрятались подбивались кучу короче а все что-то как тут это гуляет она просто видите у нас сейчас тут идет процесс сразу вязки кроль супер круче с упадет в обморок смотри давай в обморок падай вот это мастер стоя и в гамаке кстати обратите внимание как ведет себя кролица кто-то мне писал в комментариях да у них там рабство смотрит это за жопу кусает походу этот более доминантный кроль наверно ту колесу надо вырезать ну сразу сейчас посмотрим на какую лезу сразу ее кольнем чтобы она не мешалась вот это какой-то заморож заморож шо с тобой чумной какой-то наверно из ямы первый раз пришел по путешеству ну что приступим у нас сейчас на 40 порций есть вакцин на нового то будет но хотя бы на 40 провакцинируем сейчас посмотрим основное скажем так стада будет провакцинированы соответственно мы убережемся вот давай сразу того выбрасывать дятла ты посмотрел успокойся ты у нее уцепился зубами и не отпускай так малышей много тут малышей сразу хочу отметить малышей буду колоть всех объясню как рекомендуют 45 дней но по рекомендую как поспрашивал там убит врачей узна такого посмотрел поспрашивал говорят лучше провакцинировать даже в раннем возрасте но как бы шанс того что они от вакцины как скажем загнуться гораздо меньше чем шанс того что они загнутся от болезни поэтому можно пойти нас такой риск и провакцинировать их даже когда чуть чуть возраст чуть раньше ведь такие умные животные чтобы хорошее что-то там научились делать например за травой сами ходить все поехали значит вакцинирование сейчас будем использовать шприц двухкубовый вакцинация производится подкожно шприц будет один пока игла не затупится потому как шкура толстая процесс этот будет затупиться она достаточно быстро лучше конечно шприц воткнуть короче шприц лишний раз не протыкал резиновую пробку ну да ладно я сильный я продавлю короче получается а вам пули 10 миллилитров это 10 доз 1 миллилитр на голову берем на шее вот тут сзади на спине шкуру собираем вот так вот видно собираем и в шкуру прокалываем в палец и главное не вколоть и водим вот я чувствую как она водится подкожно хрупочку все выбрасывай дима перед водовая держи может там открыть один проход пусть валит в ту яму вторую люха отлавлю значит еще какой момент вакцина хранится в холодильнике это обязательно вплоть до того что вот я ее покупал я приехал там грубо говоря с утра в 9 утра хорим у меня там нету холодильник до часу положить ну как бы этот продавец девчонка говорит давай лучше меня в холодильнике пусть полежит я сам возьму ты не это самое пропадет ну как бы нельзя потому что это живые микроорганизмы они могут умереть соответственно в акции не относимся посвежее берем я подождал специально свежего завоза не зимы потому что зимы она могу там пролежать где-то у них как-то там про хранится долго сильно я это дело подождал как началась весна активно начали кролиководы вакцинировать апреля давно сейчас уже апрель но принципе эпидемии никакой не было желательно сейчас провакцинировать и мы получается на год полностью ну иллюха осенью мы не будем вакциновать ну вот на год нам хватит ты рассказываешь ты рассказывай как есть. Что ты расскажешь про полгода какие-то бреды? Вакцина на полгода. Я понимаю, что вакцина на полгода. Зимой никто не болеет, елки. Как раз мы весной вакцинируем и получаем защиту в самое опасное время. Самыми опасными считаются весна-осень. Сырость за вся дрянь. Все выбрасываю. Это самое. Колем там, вводим быстро, не боимся ничего. И чему не больно. Шкура там такая толстая. Они друг друга, когда гасят, у них идут эти, как их выясняют отношения, кто круче. Либо там игрища. Они настолько себя... Ну, настолько... Чего ты молнула, пофиг, да? Давай, наверное, взрослого поколения. Откинь его, нафиг он нужен. Останется, если на малышей. Бо их много. Я что-то не подрассчитал. Малыши-малыши, если что, продадим, да и все. Делов там. Да все, держи просто. Я со мной иду туда. О, белая, видите? Белых не брал, кстати. Было серебристых две штуки. Кролицы, самочки. И из них получились белые кроли. Да шкура такая. У некоторых... Это, наверное, самцы столстые. Шкура же не проколешь. Или не обязательно. Кролицы. Очень постарше как бы. Значит, в чем прикол вакцинации? Что я хотел бы общие такие понятия? Ну, многие, может, и знают как бы. Но я думаю, кому-то будет интересно узнать. Человечество не научилось бороться с вирусами. Может уничтожить бактерии, болезнетворные. Но с вирусами так и не научилось бороться. Единственный способ борьбы с вирусами – это вакцинация. Привить слабую... Слабую болезнь. Ну, как бы вирус в ослабленной форме. Для того, чтобы организм смог побороть его. Как у людей, так и у животных. Вакцинация работает таким способом. То есть организм. Только организм может бороться с вирусами. Соответственно, если у нас заболели миксоматозом кроли, колоть их бессмысленно. Ну, вакциной. Уже поздно. То же самое с любой этой самой... Вирусным заболеванием любым. Если кроли уже заболел, укол его только добьет. Ну, пользы не будет от этого. Соответственно, вакцинацию надо приводить за месяц до заболевания. Вопрос такой интересный. А как же узнать, когда произойдет заболевание? Вспышка эпидемии. Вспышка происходит в определенное время. Садись. Тима, открой там. Я тебе говорю, открой, пусть выходят. Чем ты их там собираешь? Время дня года. В определенное... В сезон. Сезонно. Соболевания, вспышки. Когда комары просыпаются. Да, комары попутят, Илюха. Переносчик. Немаловажный фактор. Да, переносчик это одно. Ослабленный иммунитет животных, который ослабляется при высокой температуре плюсовой. Не зря. Честно, в том году мы не вакцинировали. В позе том. Илюха, они второй год уже сидят. В том вакцинировали? Ох, блин. Тут кто-то плохо держит, по-моему. Выкидывай. Это старые уже пошли, наверное. Бери вот этого черного. Уж не пора. На, мазай. Иди сюда, негроид. Неградоид. Значит, допустим, есть такие заболевания, как кролинный кокцидиоз, да? Да. Оно лечится... Чем оно там лечится? Антибиотик. Антибиотиком. В принципе, оно не смертельное, излечимое. Переносчики... Ну, возбудитель находится на... Эта... Как сказать... Культурно. На кале. Да, в моче кале. Соответственно, сильно страдает молодняк. Взрослые особи этой фигней не страдают особо, но молодняк выбивают конкретно. Соответственно, вот как многие советуют пропаивать... Йодом. Говорят, что это очень помогает. Врать не буду, у нас было это дерьмо. Как раз зима, да, вот переходная была. Ну, короче, слякочь это все. И мы немножко там засрались, а мягко говоря... Ого! С уборкой... Да ничего себе! С уборкой была проблема. Красавчик! Быкидывал. 10 есть. Берем, вскрываем вторую порцию. Перед злоупотреблением взбалтываем. Осадок, чтобы не оставался. Значит... Кальцидиоз кролины не передается ни курам, ни свиньям никому, кроме как кролей, ну и некоторым из... Как там? Зайчи. Орзумные. Не-не, ну не грызли меня, именно зайчик. Семейство зайчик. Ну, я так думаю, там и шинширы к нему входят, и зайцы, и еще, может, еще... Я, честно говоря, не биологию особо... Стой! Что ты, милый? Стой! Стой! А ну! Значит... Если паскубанная, видите, паскубанная некоторые, так конкретно паскубанная кролица, значит, она... Маленьких. Кормит маленьких, да. Они с до, когда делают, они... Капец. Сейчас покажу прикол. Сорнуются. Сдупился. Я не знаю, взял их несколько штук. Шкура уже... Шкура толстая, да? Так. Мексоматоз... Можно будет, если, не дай Бог, заболеет, можно будет пролечить, как скажем, эти, как их... Симптоматично. То есть симптомы будут... Гноеники, там, эти все вещи, можно гноеники промывать перекисью, и там курс антибиотиков проколоть, чтобы от загноения не началось заражение крови. И кроли, в принципе, процентов 80-90, выжимаемость у них есть. От геморрагической болезни 90, на то и все 100% вымирания. Как у тот динозавры миллион лет назад от метеорита, так кроли... Держи. От этого самого. Геморрагическая болезнь кролика. Геморрагическая болезнь кролика. Короче, в комментариях можете написать, какой я рукожопый в этом, в названии. И не обижусь. Кролики это не главный, прибыльный, так скажем, этот самый, место, где можно заработать денег. Это больше у нас идет как после уроков факультатив. Из кроликов можно выдавить побольше, мне кажется. В плане этого самого, прибылей каких-то. Да? Можно. Но надо заняться реализацией, реализация. Хотя, если постараться, можно. Да не надо, зачем ты их там лапаешь? Ты себе хочешь забрать? Забирай. Что? Кутелин. Витахи? Да. Так она одна. Ты куда-то серебристую хочешь? Рыжую какую-то у нас рыжих много. Витаха, тебе рыжая, я говорил, рыжая и лучше. А тебе попадалось уже пуза-то? Все, какие-то. Неизвестно? Неизвестно. Короче, Витаха, ты пролетаешь. Мелких завтра поймаем, если что, да? вовки, три штуки, три маленьких. Короче, вот такие вот, эти, что побольше, серые зайцы, он бегает, это самое лучшее. Короче, вот были, разные были расцветки, там черные, белые какие-то, серебристые. Самые неубиваемые, это вот серые и рыжие. Я так понимаю, они максимально эти, близки к истокам, скажем так. Все, лакиды. Поэтому, как скажем, если вынехать пуза-то, точно, подожди, не выбрасывай, Тима, возьми, пожалуйста, я отторобаню ее в бочку бросить, теменение, порожди, возьми ее в бочку, кинь. Точно пузатая? Витаха, это твоя будет. За шкируку вот так, бежим, мне поцарапало тебя, да, осторожно, чтобы не поцарапало. Все, открывай дверь, выходи в бочку ее, кинь, мы там в это, Витахе отдадим. Я завтра ему закину на мой. Так, значит, что еще по поводу вакцинации, что хотел сказать. покупайте шприц, не толстый, вот лысый, видишь, что-то лысый, но это, наверное, все-таки какая-то там у них стригучие лишения. Ну, мало, сейчас там попалось пару штук, можно на лысом сейчас конкретно показать, как происходит. вакцинации, ничего сложного, шкуру взяли вот так между пальцев, зажали, и между пальцев же бэм, воткнули шприц. На ощупь почувствуйте, ничего страшного, если несколько раз его укурить, и поверьте, для кроля его шкура, это не наша шкура, которая нежная, там и мы чувствуем боль. Вот, вот смотрите, между пальцами вот так вот беру, зажимаю, прямо вот в это, волоснёй эту раздвигаю, чувствую, как он между пальцами шприц зашёл, и вдавливаю быстро, как хочешь, а там как пузырёк надевается, как шарик, всё-таки кидает. Сразу понятно, что я попал. Если разбрызгалось, а Тимка не убежит с бочки, нормально всё? Я закрыл щитом. О, молодец. Тоже? Да не, чёрная холла, я просто решила. Чёрная одна, серая нормально, и серая точно будет у него нормально. Вот это чудо, смотри, покажи на камеру. Смотрите, чудо, кроль, чекролица, кроль, чудо-самец. Кстати, вот я ими заметил, как, иммунитет реально получше, меньше болеет, и такие, ну, весёлые, друг за дружкой там гоняются, что-то там пытаются вжарить друг друга, постоянно идёт природный этот самый. отбор. Да, чмошные какие-то, смотришь, там, запаршивила какая-то, гадость, на забои, раз смотришь, потом, да, реально там, то бывает как-то лёгкое, что-то там, то сердце, что-то нет, ну, как-то бывают же, сбои у природы, по-любому. Здесь в яме очень хорошо это всё, аж воткнул ему в спину, ну, мясо, мясо твёрдое, всё ебал. Значит, процесс несложный, любой может провести его дома, если ещё есть кому помочь, помол, вот так вообще быстро всё, за меня бы одному ловить, братуха поддерживает их, хотя, если надо было, я бы, наверное, и сам бы их пофигачил, и, ну, гонялся бы тут за ними, пив сейчас, ну, вот, что я хочу сказать, вакцина стоит, в принципе, немало, 33 грива, 3,30 на одного, сколько там, 3,30, это 10 центов, 10 центов на, на голову, это не очень много, да? Да. При этом, самая страшная болезнь, всё-таки у них, вот это, по моему понятию, да, как раз, геморрогичка, от неё вздыхают, 100%, спасения нет, да, причём вздыхают, в разном возрасте, все подряд, да, взрослые особи подвержены, маленькие, все, если, допустим, мексоматоз лечится, да, реально лечится, 2 месяца, она противная, конечно, долго протекает, в любом случае, оно лечится, шанс спасти у вас, 80-90%, если часто, ну, вовремя это всё делать, промывать эти ранки, проколоть антибиотикам, просто, что, и денег стоит, и головняк, но, главное, что это всё излечимо, здесь же у нас, получается, да, держи его, так вот, посмотри, сейчас я ему глаз укажу, чтобы он не дёргался, будет пират, здесь получается, в голову, кровоизлияние идёт, и всё, так, ну, я, честно, я не подготовлен сейчас, ответить, как происходит процесс, идёт, я просто знаю по опыту, вот у меня братуха сидит, он ещё в молодости, любитель кролей был разводить, ещё в школе, когда учились, но в то время никто не знал, о том, что надо вакцинировать, не было, да, это болезнь, не было толком, да, не, была, а чего они у тебя сдохли-то все, а миксоматоза не было, миксоматоз в Европе вывели для того, чтобы бороться с дикими кролями, а он пошёл, да, выкосил, нет, не в Австралии, именно в Европе ещё, да, и они вместо того, чтобы победить диких кролей, победили всех домашних, выбили, плюс это ещё на зайцев перекинут, конечно, головняка надевали труба, поэтому, допустим, в Авке эти ещё в 90-е годы, мы не знали, не видели, этого не было, но вот эта, эээ, яморогичка, это был просто бич, они приходишь, и они все сдохли, да, вся клетка, за 3 дня сдыхали моментально, 100 штук сдыхал в течение 2-3 дней, даже не было и видно, ну, нормальный, вроде, кровли, не симптомов, не фига, он и кушает всё вроде, а гумбами нет его, кстати, вот это я прокалываю маленьких, возможно, короче, ну, как сами понимаете, вакцина, это всё-таки болезнь, это не витаминка, соответственно, возможно, падёж среди населения будет какой-то там процент, но, надеюсь, это будет не очень большой процент, а вообще, надеюсь, что вообще никто не сдохнет, правильно мысль? Да. Потому как сейчас, те, которые останутся не вакцинированными, а хребут полную дозу от этих, ну, правда, ослабленную форму, я думаю, это их не убьёт, как думаешь, их не убьёт? Вот я смотрел, из-за чего вакцинирую, ну, в принципе, одни пишут, не надо, нафиг надо, другие пишут, хлопец, вот я читал, статья у него там хорошая, именно с неё я и начал, именно явное разведение начал, так вот он говорил, если процентов 70, хотя бы провакцинированы, то шанс эпидемии у вас практически равен нулю, как бы можно уже не беспокоиться, спокойно там не ждать, пока они кони привяжут. Соответственно, лучше мы перестрахуемся и проколем их. Правильно я говорю, дядя Илюша? Да. Потому что, потому что вакцину я купил в субботу, в субботу он мне сказал купить, в понедельник я её уже купил, сегодня, завтра четверг уже, сегодня среда, сегодня среда, мы уже три дня вакцинируем, ёлки, сперва мы их выманиваем, потом мы их не кормим, они два дня сидят на сухом пайке, ждут, когда же придёт вакцина, сегодня пошёл дочь, он мне звуит, говорит, ну что, дочь пошёл, полоть не будем, давай я пошёл домой, говорю, молодец, завакцинировать будем. Держи. Ну, слава богу, мы пришли к консенсусу, и вот мы их сейчас уже почти заканчиваем, часть, конечно, не попалась в наши лапы, но я думаю, 70% точно мы их зловим, как считаешь? Да, больших, основных там почти всё. основное стадо не сдохнет, главное. Единственное, я вот не понимаю, а что, мама не передаёт по этому самому? Нет, от этого не передаётся, от этой болезни. Мало того, ещё прикол, эта вакцина, она не пожизненная, полгода, и шанс опять появляется, что он к ней привяжет, возможно, конечно, это домыслы производителя вакцины, чтобы покупали, но проверять мы, наверное, не станем. Амексоматоз может и передастся вакцинам, ну, если переболела своим, может и передавала. У тебя не болели уже по второму разу? Или если и болели, то в слабой форме, что не за ним? Вообще не болели. Один раз, если вавки были, то уже потом пофиг, да всё? Да, потом вообще не было. Но опять повторюсь, вавки, это такая мелочь, по сравнению с этой гадостью. На базаре видно было, что болел. После болезни, да? Да, вообще. Ну, лучше не брать, короля, да ещё и с ярко выраженными симптомами, пусть и в прошлом, заболевания. От кокцидиоза проводим как его? Ну, чистку клеток. Желательно проводить обжигание клеток. При высокой температуре возбудитель гибнет. но я так понимаю, что возбудитель в калии находится и мочи, а здесь возбудитель в крови передаётся с насекомыми. Соответственно, комар залетел, грызанул и всё понеслось. Это как игра. Как вы играете в игру? Как в этом в школе? Нет, я понял, что это в этом. Место пряда, как у вас называется теперь? В зомби играют. Ты понял, дети в школе, мы раньше в салочки играли там. Мало что-то. Половина. Они в зомби теперь? Они теперь в зомби, вот те, которые за этот самый. Один малыш второго загалил, значит, второй тоже становятся зомби, уже вдвоём гоняют остальных действий. Итак, пока последний выживший не останется. Последний герой. Да. Чёрные какие-то психологи боязливые, вышли только из зоны. привыкшие. Маленькие ещё. Хорошо, когда вдвоём вот один его держит, он получается и себе не навредит, и вам удобно. Доза, при этом, смотрите, доза хоть маленького, я говорю, хоть большого, доза одинаковая. Кубик на всех. Да. Я, ну, как бы, хоть месячного, хоть двухгодичного кроля, доза будет одинакова. Единственное, повторюсь, на, в инструкции к препарату написано, таяханый. Сейчас поймать их. Написано, что лучше колоть смесь 45 дней, месячный возраст. Ну, как минимум месяц. Ну, в принципе, вот это вот, вот это уже, наверное, дней 40, месяц. нормальный, да, точно есть. Совсем маленькие там, может, их еще и нет, но все равно достаточно уже большие. Ой, я ему бабку сделал, маленькую. Но это лучше, чем 100% сдохнуть от сраной, этой самой, от сраного вируса. Причем сдохнуть в течение, у него инкубационный период сутки. Ты не успеваешь понять, от заражения до летального исхода проходит там, ну, буквально сутки, буквально 10, очень быстро. Поражается, волной мозг. Я жаю, очень быстро. Сровоизлияние. Очень быстро проходит процесс инкубационного периода, и поэтому без вакцинации от этой напасти. И причем, в чем прикол? Если в радиусе там нормальном есть кроликаферма, допустим, ну, кто-то держит кролей, и у него начался мор, то этот мор, не можете не сомневаться, он придет к вам. Пусть это займет у этого передвижения болезни время там какое-то, но он все равно придет однозначно и всех убьет. Время перелета. Да, да. Это же, я думаю, не только ковара. Его там перенести может и муха, какая-то. Кровососы всех пора. Сальто. Черный. Черный. Держись, сейчас тебе будет хорошо. Сейчас ты сразу улетишь в нирвану. Главное, что иглу не сломать. Будет за шприцом в хату эти блинки. Там ужасно. Там вот там пару штук. Догоняй. На, в принципе, и все. штук наверное 35. Ну, около 40 штук у нас было всех вместе. Как раз я, в принципе, нормально рассчитал. Боется. Что ж ты делаешь? Держи. Это был последний герой. Нет, нет, мыслей. Там еще один два, но один маленький совсем. Уколен, пусть лучше он сдохнет здорово. Либо выживет и будет жить долго. Операция такая, несложная, но, блин, Илюха, ну что ты балуешься. Тим осторожно такой пригучий, как дурак. Но при разведении кроли очень важное. И вот я сколько слышал старых кролиководов, народ, который конкретно там в клеточках пишет даты рождения и вес при рождении. Да и лампочка не смей. Да достань, что ты не достанешь? Так вот, эти уважаемые люди, которые занимаются селекцией, там, покупают специально обученные породы крови. Ну просто нравится сам процессор, я понимаю. Я бы не стал там маяться с этими козявками. Когда у них умирает кроль, сразу происходит траур, в семье перестают есть, пить вино, есть пиво, ну короче, все. Горе сродне гибели, я не знаю. В общем, у меня так не происходит. Что я мне покажу, доставай давай, я тебе шок. Ну так, что нагройнись, чуть-чуть, что нельзя оставаться вообще. Неудовно, гулаю. Ну давай, это двин, давай, двин. Давай я сейчас джук-сос сразу сделаю. Он не выбежал туда. Смотри. Никто. Вот это мелкое. Да. Где я его сейчас? Ой, елханый баба. Доставай. Я его сейчас... Да ему, наверное, не мое месяц еще. Так. Ну я уже набрал, давай я тебе уколю. Не, не, двадцать. Давай я тебе уколю. Мышь и двадцати. Давай я тебе уколю. Он на дрову жглезда, аж больше пластили. Садись. Да не, наверное, давай я тебе уколю. Хочешь? Нет, спасибо. Ну как хочешь. Тогда ему последняя доза. И все. Да я вам жрать спокойно и уходим отсюда. У них сегодня вечер вообще был такой напряженный. так. Что может быть? Давай. Посмотрим. Кстати, увидим, можно ли уколоть маленьких. Я особо не расстроюсь, если он не переживет этого укола. Поэтому все. Тут еще осталось дозы на две. Не больше. Ну короче, оно вскрытое, ему капец, я так понимаю. Да. Все это шприцы, все это утилизируем сейчас. Шприцы не разбрасывайте, детвора бегают, вечно всякую дрянь тянет. Хотя, если честно, то кролиные болезни совершенно безопасны для людей. для курей, для свиней. Они в основе своей передаются только кролям. Поэтому сильно расстраиваться не стоит. Так, сейчас я давай, Жуха. Тимука, Тим, выключи, пожалуйста, свет сходи. Сейчас выключу. Ну вот, в принципе, и все, что надо, все, что я хотел показать по вакцинации кроликов при ямном содержании. Еще отмечу один момент. Для чего нужно делать стены в яме? Ну, как бы, не земляные, а именно, чтобы была стена хоть шифер там, хоть кирпичом вываживать, чем угодно, чтобы они не могли делать произвольно норы. Нора должна быть, вход в нору должен быть один. Дальше нора может там разветвляться, делать как какие угодно там туннели, но вход должен быть один, чтобы мы могли проконтролировать процесс, допустим, той же вакцинации. Вот я закрыл один вход, все, выманил их едой, они дружно пришли покушать, и каждый получил пауков в спину. При этом, я теперь спокоен, все мое стадо будет защищено от вирусного заболевания геморрагички, и я смогу надеяться на нормальный препод, и при этом они не будут у меня не сдыхать, в общем, проблем не должно возникнуть. В принципе, все, весна идет, видите, идет активно процесс случки. Кстати, как, скажем, не сторонников нормального разведения, сразу предупреждаю в комментах сильно не ругаться. О, видите, какой самец активный, пошел, по-моему, самца гоняет уже, шучу, конечно. Ну, в принципе, все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, вакцинируйте вовремя кроли, не дожидайтесь начала эпидемии, если все делать вовремя, то можно спокойно, не боясь, разводить этих веселых зверюшек, и они будут вас радовать своим мясом, не говоря уже о своем веселом нраве, и вообще, дешево и сердито закопали в яму, и из ямы, как в буратино, в стране дураков вырастет это дерево, как оно там, с золотыми, да, это точно, главное, что оно корни дерева пустит со страшной силой, и вы сможете нормально с этого всего заработать, блин, пропала где-то моя, о, появился зуб, вот этот фокус, все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, всего доброго, до новых встреч! Продолжение следует...